Крымская легенда Максима Горького, хан и его сын. Был в Крыму хан Масавайма Элясвал, и был у него сын Талайк Алгала. Присоединяясь спиной к ярко-коричьему стволу арбутуса, слепой нищий татарин начал этими словами одну из старинных легенд полуострова, богатого воспоминаниями. А вокруг рассказчика, на камнях, обломках разрушенного временем ханского дворца, сидела группа татар в ярких халатах, к тюбетейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море, его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мохом, опутанные цепкой зеленью плюща. Возвращая, что сын Алгала не уронит слава ханства, рыская волком по соседним степям и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новой славой, с новыми женщинами. Раз возвратился он, Алгала, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его. Все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляя из луков в глаза пленников, пробуя силы руки. И снова пили, славя храбрость Алгалы, грозы врагов, опорных ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что когда он умрет, ханство будет в крепких руках. Хорошо ему было это. И вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках, тут на перу, с чашей в руке сказал, Добрый ты сын Алгала, слава Аллаху, и да будет прославлено имя пророка его. И все прославили имя пророка его, хором могучий голосов. Тогда хан сказал, велик Аллах и Магомед пророк его, хороший сын у меня есть, тверда его рука и ясен ум. Что хочешь ты взять из рук отца твоего, скажи Алгала, и я дам тебе все по твоему желанию. И незамерещем голос хана старика, как поднялся талай, как Алгала, и сказал сверкну глазами черными, как море ночью, и горящими, как очи, горного орла, дай мне русскому повалянку, повелитель отец. Помолчал хан, мало помолчал, столько времени помолчал, сколько нужно, чтобы подавить дрожь в сердце. И помолчав, твердо и громко сказал, хорошо, кончим пир, ты возьмешь ее. Вспыхнул удалой Алгала, великой радостью сверкнули о длинные очи его, становя весь рост и сказал отцу хану, знаю я, что ты мне даришь, повелитель отец, знаю это я, раб я твой, твой сын, возьми мою кровь по капле в час, двадцать у смертей я умру за тебя. Не надо мне ничего, сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов. Скоро они кончили пир, и оба, молча, рядом друг с другом, пошли из дворца в горе. Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно, из-за туч густым ковром покрывших небо. Долго шли во тьме отец и сын, и вот заговорил хан Элесваб. Гаснет день это дня, жизнь моя, и все слабее бьется мое старое сердце. Вся жизнь моя была в этой молодой девушке. Талайк, зачем она нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее. Молчал Талайк Агалат. Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына Талайк. Перед женщиной все мы мужчины, мой сын. Молчал его сын. Нет, мне трудно будет доживать эти дни. Отец, отец, давно я люблю ее. Знаю и знаю, что она не любит тебя. Рвется сердце мое, когда я думаю про нее. А мое старое сердце, чем полно теперь. И снова они замолчали. И вдруг сказал Талайк Агалат. «Видно, правду сказал мне мудрец Мула. Мужчине женщина всегда вредна. Когда она хороша, она возбуждает желание у других обладать ею, а мужа своего предает мукам ревности. Когда она дурна, мужчина делает ее прекрасной, и, поняв, что он ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину». «Мудрость не лекарство от боли сердца», – сказал хан. «Отец, пожалеем друг друга, отец», – поднял голову хан и грустно поглядел на сына. «О, ты любишь себя больше, чем ее и меня», – подумал, тихо молвил хан. «Видит, и ты тоже». «Да, и я тоже. Не могу я отдать ее тебе. Не могу. Отец, бросим ее в море с горы». «О, бросим ее в море с горы», – повторил хан слова сына, как эхо сыного голоса. «И тогда они вошли в горе, где она спала на полу, на пышном ковре. Остановились они перед ней, долго смотрели на него. У старого хана слезы текли сглазно его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины. А сын его стоял рядом с ним и, скрежетом зубов своих, сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она, и на лице ее нежным и розовым, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она алгалу и протянула алые губы хану. «Поцелуй меня, орел! Собирайся, пойдешь с нами!» Тут она увидела алгалу и слезы на очах своего орла. И умная она была девушка, все поняла. «Иду, иду, ни тому, ни другому. Так решили?» «Иду, и молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли. Ветер шумел, гулко шумел. Нежная она была девушка, скоро устала, но и горда была, не хотела им сказать этого. И когда сын хана заметил, что она отстоял от них, сказал он ей, боишься?» Она блеснула на него глазами и обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на руки, как перо, и понес. Она же, сидя на его руках, отклонаясь в ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаз. Тут-то лайк, он шел позади них, сказал, «Отец, пропусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею». «Пройди, Аллах, возвести тебе твое желание или простить его воля. Я же, Отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить». И вот оно море перед ними, густое, черное, без берегов. Глухо поют его волны у самого низа с коры, и темно там, и холодно, и страшно. Она смотрела вниз и вдруг сказала, «Бросьте меня», протянул к ней руки Алгала и застонал. А хан взял ее в руки свои, прижал к груди, крепко поцеловал и, поднял ее над своей головой, бросил вниз со скалы. Там плескались и пели волны низу, и было так шумно, что оба они не слыхали, когда она долетела до воды, ни крика не слыхали ничего. Хан опустился на камни и молча стал смотреть вниз, во тьму и даль, где море смешало с облаками, откуда глухо неслись глухие всплески волн. Долго лежал так старый хан, и вдруг сын сказал, «Пойдем, отец, подожди еще, подожди». Не один раз говорил Талай-Халгала, «Пойдем, отец». Хан все не шел от места, где потерял радость своих последних дней. Но все имеет конец. Встал, Могучий, гордый, Встал, Нахмурил брови и глухо сказал, «Идем». Пошли они. Но вскоре Остановился хан. Зачем я иду? И куда? Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбит уж меня больше никто. А если никто тебя не любит, неразумно жить на свете. Слава и богатство есть у тебя, отец. Это все мертвое. Одна любовь, Женщины жива. Нет такой любви, Нет жизни у человека. И жалки дни его. И повернулся хан лицом к морю. Отец, Пусти! Быстрыми шагами дошел хан-капрыву И бросил сам вниз. Не остановил его сын. Не успел. И опять ничего не было слышно. Ни крика, Ни шума падения хана. Лишь волны плескались внизу, И ветер налетал на скалу, Шумя деревьями. Долго стоял во тьме Талай-кал-гала, И потом вслух сказал, И мне Такое же твердое сердце дай, О, Аллах! И потом Он пошел Во тьму Ночью. Так Погиб хан Масалайма-эляслав И стал в Крыму хан Талайк-ал-гала. Масалайма-эляк-ал-гала.